Информационная продукция для детей достигших 14 лет Республиканская акция ТАЗА Казахстан Она инициирована главой государства Касымжомартом Токаевым Основная задача создания экологической культуры в обществе О том, как проходила данная акция в нашем регионе, расскажем в сегодняшнем выпуске программы Республиканская акция ТАЗА Казахстан была разделена на несколько тематических недель Первая называлась ТАЗА Ульке В ходе которой все организации и предприятия регионов убирали прилегающие им территории Среди них студенты местного вуза Помочь очистить всю территорию альмаматора решили около 200 человек Молодых ребят поделили на группы, каждый отвечал за свой участок Как говорят организаторы, подобные экологические акции в осеннее и весеннее время проводятся на регулярной основе В рамках поручения главы государства Касымжомарта Токаева Об озеленении и благоустройстве территории стартовала акция ТАЗА Казахстан Воспитать в наших студентах экологическую культуру Так как студенты стремятся к нравственному воспитанию, экологическому в том числе Экологические акции проводятся довольно часто по озеленению города Мы убираем мусор, сейчас мы убираем территорию университета Экологическую культуру создавать довольно важно, потому что она не совсем развита среди нас И вот нынешнее поколение пытается участить подобные действия, чтобы будущее поколение на постоянной основе держало город в чистоте Это хорошо отразится на будущем нашей страны, все будут соблюдать порядок и чистоту Мы убираем город, мы ходим не только, недавно была акция, мы убирали набережку саму от лишнего мусора И такие акции проводятся, ну, как минимум раз в неделю бывают, особенно сейчас весеннее время Тематическая неделя Келли Микен в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» проходила с 15 по 20 апреля Основная задача – это благоустройство и облагораживание территорий историко-культурных памятников В областном центре это, к примеру, памятник Абрая Алтунцарина, который находится позади меня Без внимания также не остались памятники Ахмета Байтурсынова, Шахшана Бека и Гобланда Батара В рамках недели Келли Микен очистить и благоустроить территорию историко-культурных памятников Решили и жители Алтунцаринского района Убрать территорию сквера возле главной мечети поселка Упаган жители считают своим долгом Также неравнодушные сельчане в рамках акции «Таза Казахстан» убирали территории парков, аллей и центральной площади Во всех сельских округах, селах, районах проходят массовые субботники Задействовано порядка 300 человек Это как и государственные служащие, служащие бюджетных организаций, жители района Наша цель – это очистить наши места общего пользования, наши села Одними из первых на субботник вышли волонтеры Активисты отмечают, участие в экологической акции – дело полезное вдвойне Ведь такие мероприятия помогают сплотить местных жителей Жители нашего района приняли участие в субботнике Я как волонтер тоже решил принять участие в экологической акции Ведь это прежде всего чистота нашего поселка Мы привели в порядок территорию парка, центральной площади и сквер возле Дома культуры Хотел бы призвать всех жителей не только района, но и области принять активное участие в субботнике Выходить на субботники жители района намерены каждую неделю Дружной работе сельчам благоволит даже погода Также призываем жителей в свободное от работы времени, в вечернее время Привести в порядок прилегающую территорию своих домов Прилегающую территорию 5 метров мы просим, чтобы до дороги, чтобы у нас все было чисто Если каждый житель наших сел вокруг своего дома почистит, уже будет намного чище А в Большой Чураковке местные жители начали субботник с центральной улицы Именно здесь расположен памятник погибшим в Великой Отечественной войне Пока одни очищают территорию исторического памятника, другие приводят в порядок тротуары и красят бордюры Член Совета ветеранов Нина Александровна Кузьмич также решила принять участие в субботнике Такие мероприятия наполняют энергией, признается педагог со стажем Как вы видите, мы собрались на субботник Субботник – это прекрасный способ общения людей друг с другом Тем более в солнечный весенний день Акция начинается, которую я по-своему называю «Дорога к обелистку» Я прошу всех, чтобы каждый в своем городе, в селе, на своей улице, возле своего дома проводил очистку территорий Ведь это необходимо Когда после субботника ты смотришь на то, что сделано твоими руками Вы знаете, как это прекрасно А чем чище станут наши города, чем чище станет и сам человек И душа его чище станет Третья неделя прошла под названием «Жаслаймак», которая направлена на озеленение края Вооружившись всем необходимым инвентарем, к жителям областного центра, к примеру, присоединились известные спортсмены Прославившие регион не только на республиканском, но и на мировом уровне Среди них казахстанский конькобежец, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Денис Кузин И звезда отечественного футбола Нурболжу Москалиев Наш город, наша страна – это наш общий дом И мы должны все бережно относиться к природе Мы спортивное сообщество не просто поддержим, но и считаем, что чистота и порядок нашего региона, нашей страны Зависит только от нас И призываем всех выходить на улицы, убираться, делать красивый и чистый наш город, нашу страну Я думаю, что это очень важно Тем более, чтобы наши дети, наши родители были всегда в чистоте Нужно нам выходить и нужно нам делать Сегодня проходит акция «Тазах-Казахстан», продолжается Я думаю, главная цель – это привлечь всех наших граждан к порядку Чтобы в нашем городе, в нашей стране была чистота Сажаются деревья Всех граждан задача, самое главное – это оказать содействие Чтобы поддерживать чистоту в городе, в районах, в селах Я думаю, что это большая акция государства Мы ее поддерживаем как граждане Казахстана Старшее поколение нам передает, мы передаем молодым Это должно передаваться И прививать, прежде всего, наверное, любовь к своему городу Опять-таки, повторюсь, к месту рождения своему Я думаю, что так вырабатывается какой-то патриотизм, наверное, в целом к стране Массовая посадка саженцев деревьев проходила во всех селах, районах и городах области План посадки разработали и в Федоровском районе Озеленить решили сразу несколько территорий районного центра Всего было высажено порядка 500 зеленых насаждений Это саженцы пирамидального тополя, сосны и березы Проводим единый день посадки деревьев у нас в округе Сегодня в конкретном парайцентре высажено больше 500 саженцев Таких, как береза, сосна, пирамидальный тополь Эту акцию мы проводили, поддержав инициативу президента с акцией ТАЗА Казахстан Я думаю, что здесь очень много положительного Начиная от трудового воспитания молодежи, от бережного отношения к природе То есть ветераны, так скажем, люди серебряного возраста На своем примере показывают, как нужно относиться к природе Как нужно относиться к родному поселку, в котором ты проживаешь Одной из главных территорий высадки саженцев для местных жителей является фруктовый сад История этого сада начинается с 2021 года Тогда федоровчане высадили первые саженцы плодово-ягодных деревьев, которые уже приносят урожай Теперь ежегодно территория сада пополняется новыми насаждениями В этом году планируется высадить 820 саженцев, рассказывает активист села Сауле Нуркино Слишком много пустырей в Федоровке, а зон отдыха для людей нет И вот решили, что здесь, в этом пространстве, заложим будущий сад Сначала посадили где-то порядка 300 фруктовых деревьев Яблони, груши, вишня И все, конечно, были очень рады, что все посаженное пошло в рост И каждый год мы его досаживаем и осваиваем всю новую и новую территорию Планов у нас, конечно, много Вот вы видите старинное здание, еще с 19 века стоит В этом году планируем его реставрировать С тем, чтобы можно было проводить различные мероприятия Участие в экологической акции приняли волонтеры, работники сферы образования, культуры, здравоохранения и госслужащие В стороне не остался и совет ветеранов Почетный житель села Федоровка Зоя Андреевна Шашкова отмечает В подобных мероприятиях участвует с особым настроением Каждому надо убирать свой двор, убирать улицы, приводить в порядок И, конечно, заниматься озеленением Потому что с такой вот осенью, как была весной, какие-то деревья пропали Но мы всегда привыкли садить Поэтому, я думаю, мы наведем порядок У нас будет красиво в Федоровке Это наш дом, это наша малая родина Четвертая неделя была посвящена уборке и благоустройству дворов ветеранов и территории домов престарелых Молодые активисты Кустаная вышли, чтобы провести субботник во дворе ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Подолекова Нам досталось, так сказать, тяжелые условия Но, тем не менее, мы выиграли Михаил Иванович в кругу молодежи вспоминает свою юность и тяжелые военные годы На фронт он ушел в 17 лет Был младшим лейтенантом и командиром танка Т-34 Участвовал в Курской битве и Корсунь-Шевченковской операции За подвиги награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней Орденом славы 3-й степени Мы, фронтовики, рады, что молодежь подрастает, отличная, хорошая Так что вам спасибо большое, что вы приветствуете фронтовиков С уважением пришли, вот, всего вам доброго здоровья, долгих лет жизни И не забывать фронтовиков Потому что они в трудную минуту выиграли эту войну И победа, мы ее празднуем с очень, с удовольствием По возвращении из фронта Михаил Иванович работает в должности рядового статиста В областном управлении статистики И сегодня он по мере сил старается чаще бывать на улице А дома всегда рад гостям Мы благодарны городской совет ветеранов, что вы ежегодно В этом году, вы в прошлом году аппарат Акима города И во дворах, вот, недавно я была у Касымхана Агам, Алдаберьенова с волонтерами И это стала традицией ежегодно проводить субботники во дворах Вот, фронтовиков, не только фронтовиков, но и тружеников тыла Старшего поколения города Заключительным этапом масштабной экологической акции стала неделя Мюльдерблак В ее рамках в Кустанайской области была организована масштабная работа По очистке от мусора окрестностей реки, озер, берегов и водных каналов Больше шести с половиной тысяч экологических мероприятий провели в стране В рамках акции «Таза-Казахстан», в которых было задействовано порядка миллиона человек Всего приняло участие более 70 тысяч жителей Кустанайской области Вывезено более 90 тысяч тонн мусора Посажено более 41 тысячи саженцев и деревьев Данную акцию жители Кустанайской области должны поддерживать не только во время акции, я считаю Также молодежь, волонтеры должны начинать с себя То есть чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят И тем самым мы сохраним чистоту в нашем любимом городе Как отмечают в областном Акимате, благодаря проведению подобной эко-компании Удается привлечь внимание общественности к важным вопросам защиты окружающей среды и проблемам экологии в целом В этой акции принимали участие не только жители городов и районов области, но и волонтеры Студенческая молодежь вузов, СУЗов Кустанайской области, ОСИ, КСК Самая основная задача наша – это отойти от субботников То есть эти акции не должны быть какими-то разовыми И в связи с этим был составлен годовой план, утвержденный Акимом Кустанайской области Что акция «Таза Казахстан» будет проходить в течение всего 2024 года Республиканская акция «Таза Казахстан» способствует развитию эко-волонтерского движения Что является хорошим примером бережного отношения к природе Как отметил президент страны, формировать культуру экологии и бережного отношения к природе очень важно По словам представителей областного Акимата, тематические недели в рамках республиканской акции уже закончены Но несмотря на это, подобные мероприятия будут продолжаться в течение года На этом у меня все, с вами была программа «Регион 10» До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok